МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одно из старейших предприятий округа на Редмарс-трое принимает поздравления с профессиональным праздником. Маляры, плотники, каменщики и монтажники. Каждый третий из 430 работников предприятия старожил. О героях расскажет Алина Ваучейская. Нет долгами штрафом. Судебные приставы Ненецкого округа составили психологический портрет неплательщика алиментов. Выяснили, от каких уплат чаще всего уклоняются жители округа и как с этим бороться. В воскресенье все строители страны отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты работники на Редмарс-трое принимали поздравления и благодарности. Наша съемочная группа побывала на торжестве, а после отправилась на стройку, чтобы узнать о нелегких буднях современных зодчих. Алина Ваучейская продолжит. История Наринмарс-строя началась 1 января 1993 года. Именно тогда на базе Наринмарского строительно-монтажного управления было создано это предприятие. По сей день Наринмарс-строй ведет в окружной столице жилищное, промышленное, социально-бытовое строительство из кирпича и крупных панелей. Силами Наринмарс-строя были возведены хлебозавод, нефтебаза, аэрологический комплекс, животноводческая ферма на 400 голов крупного рогатого скота, типография, мосты через Качгартинскую и Лисозаводскую Курьи, универмаг и многие другие социально значимые объекты. Тех, кто многие годы трудился на благо жителей округа, сегодня награждают почетными грамотами. Приурочили к Дню строителя и торжественное открытие доски почета. Одной из первых прикрепили фотографию Николая Бахерева. 35 лет своей жизни он отдал работе в Наринмарс-строе. Электромонтажником Николай Борисович работает здесь с 1974 года. Впрочем, мужчина скромно замечает, что не он один внес в класс строительства и развития округа. Каждый третий на предприятии старожил. Люди эти отдали много сил, времени, здоровья. Поэтому они, конечно, должны быть на первом месте и задавать тон всему предприятию, наверное, коллективу, который работает. Ну, как говорили раньше, равнялись, чтобы, наверное, на них. А вот пример брать почти некому. Сейчас в Наринмарс-строе работает 430 человек. Больше половины из них – опытные строители. Чтобы предприятие продолжало процветать и развиваться, необходимы молодые специалисты. Их на территории округа обучают только в Нейнском профтехучилище. Однако в последние годы все меньше выпускников НПУ идут работать в главную строительную фирму округа, сетует руководитель Наринмарс-строя. Само по себе здание уже само виделись. Даже здание морально устарело. Наверняка, там, проблемы и с технической базой имеются. Вот хотелось бы, конечно, чтобы власть обратила внимание на вот это училище. Это кузница наших кадров. То есть хотелось бы, чтобы там были нормальные механизмы, на которые бы ребята проходили учебу, нормальные цеха, то есть это самое. Вот. И тогда, конечно, это самое. И нам, естественно, надо как бы поднять престиж именно строительной специальности. А вот столяр-плотник, работающий на стройке детского сада в микрорайоне лесозавод Пётр Шевелёв, когда выбирал профессию, о престиже не задумывался. Главное, чтобы работа по душе была, скромно признаётся мужчина. В рядах строителей Пётр Анатольевич с 1974 года. Понравилось строить. Вообще люблю строить. Дома строю. А в чём вот сложность вашей профессии? Трудоёмкая. Очень. Механизация, наверное, больше. Механизации и вправду не хватает. К примеру, если на укладку тротуара из бетона при наличии новой техники потребуется полдня, то, используя старую технологию укладки, у строителей на это уйдут как минимум сутки. Вот так вот дедовским методом здесь, около садика, укладывают бетон. На самом деле, это очень сложная работа. Бетон тяжёлый, ноги застревают. Здесь дорога каждая минута. Срок сдачи строительного объекта – ноябрь 2014 года. А потому свой профессиональный праздник маляры, плотники, каменщики и монтажники встречают на работе. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Многофункциональный центр принял тысячного посетителя. За полгода цифра хоть и небольшая, но с каждым днём она увеличивается. Желающих облегчить получение государственных услуг становится всё больше, отмечают специалисты. Сегодня центр оказывает 58 различных услуг. Их перечень скоро увеличится до 200. Мы очень рады, что сегодня у нас наконец-то пришёл тысячный посетитель. Если раньше поток граждан к нам был небольшой, то сейчас день от дня количество клиентов МФЦ продолжает возрастать. Ольге Синявиной было приятно узнать, что она стала тысячным посетителем МФЦ. К этому событию сотрудники центра уже были готовы. Они приготовили сувенир – декоративный камень с изображением видов города, а также диплом. Совершенно случайно зашла такая новость, что я тысячный посетитель. Очень приятно в Дублина было. Девушка пришла за оформлением универсальной электронной карты. И всё, что от неё потребовалось – это паспорт и СНИЛС. Остальным занялись специалисты многофункционального центра, выступив в роли связующего звена между органами власти и посетителем. Если пришёл гражданин, то мы у него берём только те документы, которые находятся в его распоряжении. Например, как паспорт, свидетельство актов бракосочетания. То есть это мы не можем запросить. А те документы, которые находятся в ведении органов власти, например, выписка из регистрационной платы, не знаю, с пенсионного фонда справка какая-то, ещё что-то, да? То есть это мы можем запрашивать сами. Также для удобства наринмарцев в центре установлен терминал Сбербанка – копировальная техника. Это значительно облегчает процесс сбора документов. Например, чтобы оплатить госпошлину, не нужно стоять в очереди в банке. Сервис довольно прост. Нужно просто прийти в МФЦ, выбрать интересующую услугу. Сразу после этого администратор зала направит к нужному окну. Пока центр оказывает всего 58 госуслуг. Но к концу года их перечень увеличится до 200, уверяют работники многофункционального центра. Дмитрий Щепанов, Ирина Цепетова, Закир Вафин, Сергей Качегов, Телеканал Север. Восемь региональных партий, которые примут участие на предстоящих выборах в собрании депутатов Неницкого округа, сегодня получили свои номера в избирательной бюллетене. Жеребьёвка прошла в избиркоме. Представители партии друг за другом тянули специальные конверты с цифрами. И вот как партии расположились в избирательной бюллетене. Первая – Единая Россия. Затем Справедливая Россия, Родина, КПРФ, Партия пенсионеров России. Далее идут гражданская сила, коммунисты России, замыкают список ЛДПР. Напомним, смысл жеребьёвки в том, чтобы расположить в бюллетенях партии в определенном порядке. Никакого выигрыша от этого они не получают. У партии есть принцип жеребьёвки. И каждый из них сам вытаскивает свой жеребий. В соответствии с этим жеребием, который они сегодня вытянули, партии, их краткие наименования и эмблемы будут размещены в избирательном бюллетене. Это наиболее справедливый метод размещения в избирательном бюллетене. По результатам прошедшей жеребьёвки, бюллетени уже в ближайшее время начнут макетироваться. Об этом заявили в избирательной комиссии. Нет долгами штрафом. Судебные приставы Ненецкого округа провели коллегию, на которой отчитались за работу в первом квартале этого года. Как показывают цифры, жители города и глубинки продолжают уклоняться от уплаты кредитов, коммунальных платежей и алиментов. Сотрудники окружного отделения даже составили психологический портрет неплательщика алиментов. Кто он, расскажет Валентина Чибичек. Коллегия судебных приставов – это один из способов ещё раз напомнить о важности своей работы в системе государственных органов. Именно приставы ведут такие социально важные дела, как уплата алиментов, различного рода штрафов, взыскание заработной платы с работодателя. Чтобы вопросы решались в пользу пострадавших, в этом году служащим предоставили больше прав. Он имеет право пользоваться банками данных, справочных, разыскной информацией. Он имеет право проверять документы, удостоверяющие личность человека. Он имеет право осматривать помещения, здания, сооружения, территории, принадлежащие должнику. Возможно, именно новые полномочия помогают приставам восстановить справедливость. Так, за прошедшие полгода юридические лица вернули своим работникам долги по заработной плате. Их общая сумма составила более полутора миллионов рублей. Коммунальные службы смогли вернуть недостающие шесть миллионов. Что касается алиментов, то картина не меняется уже как несколько лет. Ежегодно на рассмотрении в приставах значится более четырёхсот дел. В пользу ребёнка решается только половина из них. Сотрудники федеральной службы то ли ради шутки, то ли для выявления неплательщиков составили их подробный психологический портрет. Лицо, уклоняющаяся от плата алиментов, имеет характерные специфические черты. Это в основном методоспособные преимущественные городской жители. Лицо мужского пола от молодого до среднего возраста. Ему неразвенную на почве его употребление спиртными напитками. Сослаблены социальными связями, социально-пассивной ориентацией, низким уровнем потребностей, а также интересы к антиобщественным установкам, выражающимся только в полном обязательном отношении. Со злостными неплательщиками поступают весьма гуманно, содействуют в трудоустройстве. Так, в этом году источник дохода помогли найти 16 гражданам. А вот к неплательщикам кредитов и других штрафов таких мер не принимают, а надеются на их благоразумие и осмотрительность. Ведь отказ в выезде за границу ещё никто не отменял. Сейчас прервёмся, и вот что вы увидите далее. Быстрее, выше, сильнее. Уже очень скоро лозунг зазвучит в нашем регионе. Ненинский округ утвердил план внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». Уже через неделю спортсмены смогут опробовать баскетбольные щиты, которые используют всемирно известные ассоциации NBA, дубовый паркет и не только. Изменения глобальные. Лично в этом убедился Олег Хатензейский. Базостроитель. Реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент в пасовке по одной тонне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте, утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэморсионную краску и многое другое. Магазин. Посёлок Качгард. Улица 60 лет октября. Дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская. Дом 2. Вход с торца. Второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок. 8-911-654-13-15. И 8-911-556-04-25. ЛМ-Тур. Только проверенные туроператоры. Только надёжные предложения. Многообразие различных туров и круизов. Доступные цены. Продажа авиабилетов за границу с оформлением шенгенских виз. Консультирование по оформлению заграничных паспортов. Связь с клиентами по телефону и по электронной почте. Для постоянных клиентов действуют скидки. ЛМ-Тур. Мы находимся в здании магазина «Универсам». Телефон 4-31-67. ЛМ-Тур. Это большой ассортимент. Честная цена и надёжное партнёрство. Мы продолжаем выпуск. Лозунг «Быстрее, выше, сильнее» хорошо известный старшему поколению уже с 1 сентября вновь зазвучит по всей стране, в том числе и нашем регионе. Ненецкий округ утвердил план внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» или, как его ещё называют, ГТО. Он включает три этапа, реализация которых рассчитана до 2017 года. Первый этап экспериментальный. Он затронет все школы округа. Ожидается, что уже с нового учебного года ребят начнут готовить к сдаче нормативов ГТО. На втором этапе, который начнётся с 2016 года, комплекс «Готов к труду и обороне» будет внедряться среди работников государственных, муниципальных и бюджетных организаций. На третьем этапе, в 2017 году, спортивный комплекс должен охватить всё остальное население Ненецкого округа. За выполнение нормативов ГТО будет выдаваться значок и удостоверение с описанием успехов спортсмена. Процесс тестирования пройдёт в соревновательной обстановке. В испытания входит бег, прыжки в длину, тест на силу и выносливость, метание снарядов, плавание, лыжные гонки, стрельба, турпоход и даже скандинавская ходьба. Администрация региона сейчас разрабатывает поощрение за сдачу нормативов как учащимся, так и работающим гражданам. Напомним, указ о возрождении норм физической подготовки «Готов к труду и обороне» был подписан Владимиром Путиным в этом году. Спортивный сезон в Ненецком округе взял небольшой тайм-аут, и многие учреждения активно готовятся к новому сезону, который стартует уже меньше, чем через месяц. Спортивные залы ремонтируют и оборудуют современным инвентарём. Так, например, во дворце «Спорта Норт» установили баскетбольные щиты, которые использует всемирно известная ассоциация NBA. Олег Котанзейский в этом убедился лично. С первого взгляда и не скажешь, что здесь идёт большой ремонт, но изменения действительно глобальные. В первом зале демонтированы старые конструкции. За счёт этого игровая зона увеличилась почти на 15%. Спортсмены ликуют. Впрочем, отметить стоит и то, что в зале теперь новое покрытие. Старые полы разобрали, взамен постелили дубовый паркет. Он и удобнее, и безопаснее для занятия различными видами спорта. Кстати, у этого покрытия весьма интересная история происхождения. Ещё в прошлом году на гладком паркете выплясывали танцевальные пары со всей страны, соревнуясь в конкурсе «Ритмы Арктики». А вот новые баскетбольные щиты. Они тоже необычные, а точнее непривычные для наших спортсменов. Подобные используют за океаном Национальная баскетбольная ассоциация. Уровень спортсменов растёт. Многие там в кольцо ложат, да, там сверху. Поэтому щиты постоянно ломались, кольца ломались. Кстати, я вот заметил, тоже новое. Давно уже. Так, да. Теперь вокруг балкон вот этот поменят здесь пол. Покрытие на полу, поменена облицовка стен. Убраны вот те ограждения, перила, да, по-простому. Вообще, надо сказать, что зал функционирует с 91-го года. Здесь чего здесь только не было. И самая-то страшная бич – это протечка кровли, которую там у нас только три года назад от этого, их устранили. Всё это текло, текло на пол. Пол был деревянный. Ну, понятно, что там с ним происходило. То есть, фактически, вот этой модернизацией мы спасли покрытие, вот так можно сказать. Потом новая разметка. Куплена специальная высокотехнологичная, ну, скотч его, так назовем, по-простому. Да, вот сейчас как раз его монтируют. То есть, в чём его прелесть? Он может быть разноцветный, его можно снимать, его можно менять. В случае износа не надо ничего красить. Это вот тоже на тот предыдущее покрытие это сделать было невозможно. Там были неровности, трещины, ямы. Планируется, предполагается здесь, вот на месте бывших, вот этой конструкции, этих шведских стенок, некая минимальная трибуна. Примерно там, не знаю, там на 50 человек. Сейчас их ещё нет, но мы пока думаем, какой это будет проект. Вот, одно из самых высокотехнологичных, это вот, если мы увидим, это... Светодиодные лампы. Это современные высокотехнологичные светодиодные освещения. При полном их включении, получается, разница с предыдущим светом будет фактически в четыре раза. Весомые изменения во втором зале. Дубовый настил – мечта всех любителей мини-футбола. И мяч, как надо, отскакивает, и стопа стоит увереннее, да и просто играть приятнее, чем на крашенном полу. Но это не всё. Зал теперь стал немного больше. Если раньше футболисты жаловались на то, что здесь попросту негде разбежаться, то теперь это уже в прошлом. Стенка шведская, которая здесь стояла, уже деформирована, а значит, увеличилась сама игровая зона. Ну, примерно метра на полтора. То есть, практически, если так вот резюмировать, ну, спортивные залы, спортсооружения укомплектованы вот в полном объёме для проведения официальных соревнований любого уровня. А пробовать лично все новшества любители спорта смогут уже через неделю. К этому времени завершится ремонт, и двери Норда откроются для всех желающих. Главное – сменную обувь. Не забудьте. Олег Танзийский, Юлия Асташова, Ирина Чумакова, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север». Археологическая экспедиция в первый город Заполярье отправилась из Наринмара в день, когда православные чтят память святых благоверных князей Бориса и Глеба. Археолог, биогеограф, геофизик и местные жители два месяца будут исследовать городище. С 1986 года отряды экспедиции работают на просторах Арктики, на острове Вайгач, Таймыр, Врангеля, на Новой Земле, в земле Франции Иосифа, в Соловецких островах. На Ненецкой земле центр ведёт свою работу с 1991 года. Центр активно сотрудничает с Пустозерским и Краевическим музеем, волонтёрами, коренными жителями. Первым исследователем, археологом, который работал на Пустозерске, это был Олег Владимирович Овсянников. С его благословения мы сюда, если можно так сказать, попали. Пустозерск интересен тем, что это как город, такая своеобразная модель освоения Арктики и Сибири. Центр, база. Памятник городища Пустозерск – это единственный подобный на территории Ненецкого округа охранный объект государственного значения и, несомненно, требует к себе повышенного внимания. В последние годы интерес к истории Пустозерска сказывается на возросшем потоке туристов, а кресты на месте гибели протопопа Авакума стали местом паломничества староверов. Город был зарублен по приказу царя Ивана III осенью 1499 года. Его основали не на самой печоре, а на некотором удалении от неё, на полуостровах у Пустоозера. Это озеро было известно обилием всяческой рыбы, но места вокруг были голыми, безлесными. Потому и город получил название Пустозерск. Позже озеро стало именоваться Городецким, а рукав, соединяющий печору с озером, – Городецким шаром. Копать Пустоозерск достаточно тяжело, поскольку здесь мерзлота многолетняя присутствует в слое. И, конечно, это очень тяжёлый достаточно труд, но очень интересный. Интересны раскопки и потому, что слой льда хорошо сохраняет органические материалы – дерево, ткань, кожу, что во многих старинных русских городах отсутствует. Можно найти хорошо сохранившиеся части домов, обувь, костяные изделия, которые дадут представление о жизни и быте жителей древнего города. Например, по раскопкам прошлых лет можно сделать вывод, что жили в Пустоозерске не только промысловики, но и ремесленники, и охотники на китов, и даже ювелиры. Епископ Наринмарский Мизенский Яков – подвижник исследования Русского Севера. Он отслужил молебен и благословил археологов на плодотворную работу. Я усматриваю особый смысл, действительно промыслительный, в том, что вы приступаете к этому трудному, очень ответственному и богоугодному делу, в день, когда Русская Православная Церковь чтит своих первых святых, святых благоверных князей Бориса и Глеба, в Божьей помощи. И да, помогают они нам. Участники экспедиции представят результаты работы в сентябре на научно-практической конференции «Пустозерск и Русская Арктика. История, культура и современность», посвященной 515-летию со дня основания Пустозерска и 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Субтитры создавал DimaTorzok